Сегодня наступила весна, но это не единственный повод, чтобы на душе стало тепло и уютно. 1 марта в России отмечается День кошек. С мурчащими общалась Ольга Пырочкина. По статистике, 80% россиян держат домашних животных, и половина из них предпочитает именно кошек. К так называемым кошатникам относятся и большая часть нашей редакции. Так долгое время у нас жила наша телевизионная киска Лариска с котятами. Их мы пристроили в добрые руки. Несмотря на то, что живут бок о бок с человеком, эти животные уже не одну тысячу лет, они все еще загадка для науки. Так до сих пор точно неизвестно, как кошки мурлычат. По одной из версий, в их горле есть ложные голосовые связки, которые работают как на вдохе, так и на выдохе. Мурлыкать, кстати, могут не только домашние кошки. А домашнили кошек еще древние египтяне. В 12-15 веках на Руси кошки ценились на вес серебра и стоили не дешевле пахотного скота. Увы, сейчас все по-другому. У Ольги дома живет шесть хвостов. Она совсем не героиня анекдотов про одиноких женщин с 40 кошками. Ольга – волонтер фонда помощи бездомным животным и просто не может пройти мимо, когда животное в беде. Муж и ребенок давно не против. Это наш любимчик, это персик. Персик попал к нам уже достаточно давно и почему-то задержался. Я никак не могу понять, почему, куда люди смотрят, потому что это шикарнейший кот. Он не трогает мебель, он не дерет мебель. Он воспитан, он интеллигентен, он обожает детей. Персика мы нашли около магазина. Глаза фактически не было. Был один сплошной подкожный клещ. Персик, луша, баря – разные расцветки, разные характеры. Объединяет их одно – у всех непростая судьба. Кого-то, как персика, спасли от голода и болезни с улицы, кого-то – от жестоких хозяев. Эта трехцветная красавица до сих пор привыкает, что человек не всегда зло. Конечно, взять животных домой, как Ольга, могут не все. Волонтеры этого и не ждут. Они призывают хотя бы стерилизовать животных, чтобы бездомных не становилось больше. Впрочем, возможность помочь тоже есть всегда. Если у тебя появилось желание помочь, в группе абсолютно, например, в нашей, в наших фондах, можно найти, я не знаю, какую-то помощь для любого человека. Кто-то может писать тексты, кто-то может пиарить, кто-то свободен и может возить животное. Если есть желание помогать, всегда любому человеку можно найти, я не знаю, по его силам, какую-то возможность помочь. Подробнее в группах в социальной сети ВКонтакте. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика.